Уже переодел курточку на кофточку Потому что рассчитываю, что в Анапе, конечно, будет гораздо теплее, чем здесь Кофточка, да и вся остальная одежка у меня Adidas Очень люблю эту марку Также к национальным вопросам обожаю Adidas Но, в принципе, ничего не имею против того, что кто-то носит другую одежду и любит ее Я лично ничего уютнее, комфортнее и практичнее Adidas не носил И поэтому по возможности хожу только в нем Осталось полчаса до вылета, надоело сидеть Решил немножко походить, размяться и поговорить о путешествиях Есть люди, одержимы путешествиями В принципе, в этом, конечно, ничего плохого нет, это очень хорошо Единственное, что бесит реально, когда люди возвращаются из путешествия и выкладывают все свои фотки в социальные сети Причем все Выкладывают полторы тысячи фоток со своего фотоаппарата Многие из которых одинаковые Многие из которых засвечены Многие из которых мутные, без фокуса и так далее Они просто вываливают весь свой социальный фотоаппарат в интернет Это, конечно, очень глупо И вообще, очень многие фотки оттуда просто представляют собой какие-то картинки достопримечательностей Которые и так можно найти в интернете Там какие-то горы, замки, там, не знаю, музеи, еще что-то Ну просто это, можно это не фотографировать, ребята Это можно найти и так в интернете Ну фотографируйте хотя бы себя на этом фоне Будет понятно, что вы там были А так, ну, блин, это просто угое, ребят Не могу на это смотреть И стараюсь этого не делать Посните что-нибудь веселое, интересное И главное, не забывайте себя Так, в моем блоге Время от времени я слышу, что я рассказываю какую-то хрень, бред И что это никому не интересно Но обратите внимание, что с самого начала я позиционировал свой блог Как дневник Именно поэтому она называется дневник трехмерного развития Каждый человек ведет дневник в первую очередь для себя Поэтому если вы что-то можете почерпнуть Из того, что я говорю, полезного Ну, например, о тренировках, питании, музыке, может быть, еще чем-то То все остальное, что вам не нравится Ну просто не смотрите Это дневник, я просто рассказываю о том, что происходит в моей жизни О своих мыслях И о том, что меня вообще волнует Что-то меня засмущала вот эта надпись Не уверен, что слово одежда можно использовать во множественном числе Но понятно, да, что это такое И все мы знаем, на ком мы видим такую одежду Очень часто, кроме спортсменов Поэтому, ну, не хочу, конечно, никого подкалывать Но как тогда не по-русски звучит Так, ну что, походу начинается уже регистрация на мой рейс Судя по всему, там, да, Анапа Ага И опять две блондинки Две блондинки Вот и все, идем на самолет Все ведь так просто решить Твой верный шаг, наверное, будет И если судьба будет бить Просто не дай мне уйти Что мы теряем, сидим по углам А не найдем, не поймем Что ты дать можешь А я все отдам Только б мы были вдвоем Все ведь так просто решить Да не качай головой и подожди Если решишь уходить Я просто не дам уйти Мое место в самом хвосте Но зато у иллюминатора Печалька, конечно, в том, что не удастся откинуть сиденье Поспать Но, по-ринципе, можно делать это таким образом Все, скоро полетим Надену я черную шляпу Поеду я в город Анапу И там я всю жизнь пролежу На соленом, как в облах, полежу И там таки всю жизнь пролежу На соленом, как в облах, полежу Лежу на полежу Я и млею И жизни своей не жалею И пенится берег морской Со своей неуёмной тоской И пенится берег морской Со своей неуёмной тоской Субтитры добавил DimaTorzok Перспективы на жизнь очень мрачные Я решу наболевший вопрос Я погибну под поездом дачным Улыбаясь всем промеж к лёд Я погибну под поездом дачным Улыбаясь всем промеж к лёд Раскроется злая пучина Погибнет шикарный мужчина Когда мы увидевший гроб Поймут, что красавицу сон Я не ожидал, что такой мрак будет вообще Тьма просто Ночью приехал Так, блин, ещё надо впихнуться в автобус Так, ну чё, приехал Сейчас иду к тому, кто меня, надеюсь, встречает И поедем уже непосредственно в город Ну что, вот он я и приехал Такая вот тут небольшая квартирка А вот и моя бабушка Машет ручкой А вот сяду, пожалуй, поужинаю Здесь уже полная темнота В шесть часов вечера Папина работа Папина работа Пазл А вот и племяшка А вот это, видишь, на пляже лежит Да, ну да Вот, так что уже вечер Будем отдыхать Бабушка есть бабушка И всё, что у неё нашлось из еды Это яйца, хлеб, сосиски, помидоры Поэтому сейчас вы видите, что я скушал на ужин Чем она меня покормила Единственное, что удалось добыть Это было в восемь часов вечера И она удивилась, что я захочу что-то кушать ещё Хотя, при таком раскладе, конечно, я до сна ещё раза три Ну, два точно должен поесть Поэтому мне пришлось сходить быстренько в магазин Единственное, что мне удалось найти Помимо каких-то чипсов, тортиков, пива, конфет и прочее Это две пачки творога И кусочек сыра Хоть какой-никакой, но Животный белок, хотя из жира И вот, что я ем дальше после того ужина Это бутерброды с белым хлебом, сыром, сливочным маслом Ну и чаёк И белый хлеб я не ел уже, ну, не знаю, года два, что ли Наверное, года два, да Сливочное масло точно так же, наверное, год уже не ел Ни бутербродов, ничего Ну и сыр, в общем-то, жирный сыр Я тоже уже давно не ем Уже где-то около полугода Я беру только ултермани 9% В общем, чувствую, что здесь я никак в массе не потеряю Скорее только приобрету Ну, в принципе, мне сейчас не страшно, потому что я не занимаюсь А без занятий у меня вес падает довольно быстро Поэтому мне надо жрать Буду кушать, не побоюсь этих калорий даже на ночь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok